Кармен без акцента. Музыканты Новосибирской филармонии начали готовиться к февральской премьере. Знаменитую оперу Безе исполнят в рамках проекта «Россия. Музыка. Сибирь». Будут задействованы и оркестры, и известные солисты во главе с Василисой Бержанской. Высокие требования к хору, которому за месяц предстоит научиться грамотно петь на языке оригинала. Наша съемочная группа побывала на уроке французского. Новосибирская хоровая капелла готовится к концертному исполнению Кармен под руководством преподавателей из Большого театра. Текст начали разбирать в конце прошлой недели. Задача — научиться петь на одном из самых сложных оперных языков так, чтобы даже французы не придрались. Если человек поет «ля», то это уже слышно, что это не француз, потому что он делает очень мягкий «л». Или он поет «ла», и это слышно, что он тоже не француз, потому что у него очень далекий «л». Вот эту французскость создавать достаточно сложно, при том, что мы не можем петь «р» французский, и то, что носовые звуки тоже поются не всегда. Они поются только в середине тесситуры певца, а так заменяются на аналогичные гласные. Для российских певцов сложны не только звуки, но и нетипичные для нашей речи восходящие интонации. Участников молодежной оперной программы Большого театра, в которой работает Юлия Синица, этим нюансом обучают в течение нескольких месяцев. У артистов капеллы весь курс – несколько дней. Работа сложная, но интересная. Капелла не занимается оперными спектаклями. Капелла впервые поет подобную оперную сцену на концертной эстраде. И, конечно, французский язык очень сложен для нас. По простой причине. Немецким, английским мы чаще всего занимаемся в школе, итальянским занимаются в консерватории. А вот французский язык, он, конечно, очень сложен по произношению. И для нас, конечно, это было такое новое понимание языка, понимание вообще, как он ложится на музыкальный материал. Оценить результаты такой скрупулезной работы над Кармен предстоит русскоязычной публике. Новосибирская премьера запланирована на конец февраля. Полученные знания певцы смогут использовать и в других концертных программах. Наталья Цопина, Алексей Кудинов, Андрей Руднев. Новости ОТС.